МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я Ксения Солтрукович. Сегодня будем говорить о тенденциях в областях, популярных у женского пола. Это, конечно же, мода и красота. В чем встречать зиму? Обувная мода диктует свои правила. Срочно всем ознакомиться. Два в одном. Косметология плюс эффективный метод похудения. Снижаем вес без последствий. Всероссийский конкурс красоты «Мисс Офис». И сразу две участницы из Челябинска. Средим за подготовкой к финалу. Зима практически на пороге. Самое время отправиться за новой парой сапог. Советую присмотреться к обуви в стиле милитари. Она удобна, практична и сочетается со многими стилями в одежде. Ее основное отличие – это высокие голенища, тракторная подошва и грубая фактура. О других модных трендах этой зимы смотрите наш первый сюжет. Желание быть яркой само собой разумеющееся. Когда осенние лучи солнца уже не греют, тепло должно идти изнутри. Положительные эмоции и уверенность в своей безупречности дарят необходимый посыл, но настроение может испортить банальное обстоятельство – отсутствие новой пары обуви. Спешим исправить это недоразумение. Тем более, что в предстоящем сезоне стилисты предрекают феерию блеска. Ботинки в стиле гранж – главная тенденция последних нескольких лет. В этом сезоне внимание дизайнеров приковано к деталям. Глянец в молочном шоколаде легко сочетается с любым базовым гардеробом. Или как вам такой вариант? Благодаря нестандартной выделке кожи классическая модель в центре внимания. Лоферы на грубой рифленой подошве. Само название уже интригует. Добавим контрастную полоску в декоре и передадим образу изысканного драйва. Теперь можно позволить себе даже похулиганить. А как вы смотрите на то, чтобы надеть ботинки с цветочным принтом? По последним данным известных глянцевых журналов в мире моды все микшируется. И фактуры, и орнаменты, и цвета. От гранжа переходим к спорту. Высокие кеды легко сочетаются с любым стилем в одежде. Ну, кроме, конечно, строгой классики. Модель унисекс создана в стиле патчворк. Вместо привычных шнурков – бархатные ленты. Этот незначительный элемент способен привнести нотки экстравагантности в образ. Этой осенью сникерсы на скрытой платформе более элегантны, чем пару лет назад. Не удивляет обилие страз и блеска. Главное – в другом не переборщить. Конкуренцию серебру составляет золото. Правда, высокие берсы совершенно не предназначены для спорта. Металлизированные кожи практически до колена – это совершенно другой формат. В спортивном луке ничего не возбраняется. Как один из вариантов – комбинация лаков разных фактур. Переходим к следующей группе. Моделям на каблуке тонкая шпилька имеет место быть, как вариант вечерней обуви. Для повседневной осени лучше предпочесть более устойчивый каблук. Приковывает взгляды, необычный рельеф платформы, декоративно оформленная носовая часть и обилие клепок. В остальном же все просто и непринужденно. Каблук также присутствует практически во всех моделях сапог. Цвета нейтральные, черные и коричневые. В качестве дизайнерского хода интересны сочетания фактур и использования единичного декора. Актуальные модели сапог зимы 2017 можно охарактеризовать одним словом – это классика. Они теплые, удобные и носятся как с шубой, так с пальто и пуховиком. Зимнюю пору сложно представить без дутиков. Это универсальная обувь как для детей, так и для взрослых. Прекрасно сохраняет тепло, защищает от снега, при этом позволяет коже дышать. Модели полюбились людям активным, предпочитающим спорт и прогулки на свежем воздухе. В создании этих моделей дизайнеры также не обошли стороной глянец. Все, что блестит этой зимой, без сомнения, будет востребовано и актуально. Куда пойдем? В кино или в цирк? На каток! Телесейм. Хорошо, когда мы вместе. Будь яркой, модной, будь собой. Новые коллекции известных брендов Финляндии, Германии, Испании, Португалии. Найди свою пару в Мегаобуви на Каслинской 64. На работу, как на праздник, с прической, макияжем, в дорогом костюме в стиле Коко Шанель и в туфлях на высоком каблуке. Именно так должна выглядеть девушка, работающая в офисе. Во всяком случае, такую картинку рисует мое воображение. Внешняя оболочка задает тон многому. Утром на работу, вечером на тренировку. У Евгении Лысковой и Анны Безменовой плотный график. Подготовка к финалу конкурса красоты «Мисс Офис». Челябинки нацелены только на победу. Финал будет очень зрелищный. Это будет грандиозное шоу, которое будет проходить 11 ноября в Москве, в «Звестия Холл». Будет несколько для девушек конкурсов. То есть это конкурс приветствия, деловой стиль, сольный номер, арт-выход и конкурс купальников. Кроме танцевальных номеров, сольных номеров, общего дефиле предполагается, что будут задавать какие-то каверзные вопросы жюри. Может быть, это будет относиться именно к сфере профессиональной деятельности. Конкурс «Мисс Офис» всероссийского масштаба проходит седьмой раз. От желающих принять участие нет отбоя. В этом году заявилось 10 тысяч девушек. Дошли до финала 25. Две из Челябинска. Конечно же, в первую очередь будут смотреть на красоту, на обаяние, как девушка может себя одержать на сцене. Второе – это должна девушка быть творческой, талантливой, то есть помимо всего прочего и деловыми какими-то качествами обладать, так как это деловой конкурс. Ну и все равно, наверное, должна показать свою индивидуальность, оставаться с собой и не стараться на кого-то быть похожей. Тренажерный зал на время подготовки к конкурсу стал вторым домом. Под контролем тренера они приседают, выполняют упражнения на руки и пресс. Нет цели накачать мышцы, есть цель укрепить, чтобы со сцены выглядеть великолепно. Дефиле в купальниках – традиционный этап любого конкурса красоты. Заходим под гриф, выставляем ножки, снимаем с крючков и начинаем приседать. После того, как выполнили упражнение, ставим обратно на крючки. Можно со спортом сравнить конкурс красоты. То есть это, во-первых, просто удовольствие от участия в подготовке к конкурсу, то есть какая-то стимуляция духовная, физическая. Ну и, конечно же, приз. Очень достойный приз от генерального партнера «Комус» – 1 миллион рублей. Это за первое место. За второе место тур на двоих, на две недели на Ямайку. Ради такого приза можно постараться, кроме занятий в тренажерном зале, уроки хореографии и актерского мастерства. Оценивается не только внешность, но и деловые качества. Анна Безменова – представитель рабочего класса. Трудится на трубопрокатном заводе в отделе снабжения. Своими главными деловыми качествами считает чувство юмора, быстрая реакция и умение договариваться. Теперь среди ее коллег конкурс «Мисс Офис» – главная тема для обсуждения. Все меня подбадривают, и всегда напутственные слова, очень добрые. Ну и так как заводчане, народ такой целеустремленный, и поэтому они мне поставили планку только с короной приезжать. За время подготовки к конкурсу девушки успели подружиться. И конкуренции между собой не чувствуют. Наоборот, считают, что им повезло. Сразу две из одного города и в финале. Это еще раз доказывает, что Чулябинск – не только город суровых мужчин, но и самых красивых женщин. Сегодня мы говорим о трендах. И, на мой взгляд, главный тренд нашего времени – это желание людей сохранить физическую активность, молодость и красоту. У нас для этого есть все возможности. Трудно поверить. Наша героиня Марина еще пять месяцев назад весила 92 килограмма. До похудения я ела постоянно. Когда я пришла сюда, мне поставили золотую иглу. И это способствовало тому, что у меня не стало такого аппетита. Ну, помимо этого, я еще, конечно, проходила практически каждую неделю поддерживающие процедуры – иглоукалывание и озонотерапия. Комплексный подход в скором времени дала себе знать. Минус 23 килограмма за пять месяцев. Марина очень переживала, что будет с кожей. Когда вес стал спадать, примерно месяц, через месяц, месяц-полтора, конечно, стала я видеть, что кожа немножечко как бы скукоживается. Это меня сподвигло к тому, чтобы обратиться в косметологический кабинет. Косметолог оценила состояние кожи и назначила алмазный пилинг и курс плазмолифтинга. Эта эффективная процедура обладает длительным лифтинговым эффектом. Ее уникальность в том, что не используется никаких искусственных препаратов. Под кожу вводится только собственная плазма крови. Это плазма, обогащенная тромбоцитами. Нам нужны именно тромбоциты – клетки крови, которые на своей поверхности несут факторы роста. И за счет введения тромбоцитов именно в кожу мы получаем стимуляцию образования новых клеток и новых волокон. За счет этого выраженный лифтинг-эффект. Плюс плазма очень хорошо помогает при проблемах пигментации. Пигмент осветляется и тон лица становится более ровным. Чтобы остановить процессы увядания, медлить нельзя. Иначе на восстановление молодости и красоты уйдет куда больше времени. Марине понадобилось всего пять процедур. На очередном осмотре врач замечает значительные улучшения. Что мы видим с вами после наших курсов процедур плазмолифтинга? Во-первых, улучшение цвета лица, появилось сияние, появился приятный розовый цвет, здоровый цвет. Те проблемы, которые у нас были в зоне нижнего века, это мешки и темные круги, сейчас практически незаметны. Эффект лифтинга. У нас, во-первых, уменьшилась носогубная складка, тонус кожи повысился. Чувствуете? То есть подтянулся овал лица. В принципе, то, чего мы с вами и хотели. Эффект от курса плазмолифтинга с каждым днем только нарастает. Сейчас задача косметолога – насытить кожу витаминами и подготовить к зиме. Сегодня мы сделали процедуру озонотерапии. Ввели озонокислородную смесь в кожу лица. Для чего? У нашей пациентки есть явление купероза. А озон очень хорошо укрепляет сосудистую стенку и препятствует ломкости сосудов. Сейчас это очень актуально, потому что впереди у нас холода, зимнее время. Сосуды нужно защищать. Во время процедуры озонотерапии клетки обогащаются кислородом и начинают активно делиться. Это действует омолаживающе на кожу. Кроме того, озон является липолитиком. Он избавляет от локальных жировых отложений и помогает подтянуть овал лица. В настоящее время я выгляжу моложе своих лет. Это видно, так скажем, мне особенно. То есть я наблюдаю такой эффект. То есть идет разглаживание морщин, улучшение цвета кожи, улучшение тургора. Ну и нет обвисания. То есть несмотря на то, что я прилично сбросила вес, то есть нет такого, чтобы у меня там висел второй подбородок. Марина раскрыла нам маленькую тайну. Ей 53. Никогда бы не поверила. Свежая, сияющая, пышущая здоровьем. Ровный овал лица и счастливые глаза. Именно так выглядят красивые женщины, которые знают, как за собой ухаживать. Алексей! Ой, папа, вас мама и тут, и там показывает. Так это телесемь. Все, что в нем есть, все показывают. Маму в телевизоре. Нашу жену в духовке. А выходные? И выходные. Так куда пойдем? В кино или в цирк? На каток. Телесемь. Хорошо, когда мы вместе. Клиника Оригетея. Золотой метод стройности на площади Революции 7. А также весь комплекс косметологических услуг по лицу и телу. Именно сейчас спецпредложения. Телефоны 266-66-62 и 266-66-63. А прямо сейчас модный проект «Большие и красивые». Хочу в нескольких словах охарактеризовать главную героиню. Молодая, красивая, жизнерадостная. А еще с огромной выдержкой и сильным характером. Женственная, деловая, соблазнительная, креативная. Ты такая разная и всегда очаровательна с большой модой. Большая мода. Цвилинга 37 и 40 лет Победы 15. Навстречу переменам спешит Анна Легкая. Фамилия идеально подходит нашей героине. Она может быть разной, быстро меняться, но при этом оставаться собой. Ну, наверное, как все женщины, вредная. Люблю, не знаю, даже читать книги, готовить. Я очень мягкая, ну, где-то слишком даже, наверное, добросердечная. Компанейская, веселая. Иногда бываю очень активная, иногда наоборот. Прихожу и говорю, ой, нет, все, можно полежать в работе меня. Анна общительно легко находит общий язык с новыми людьми. Это умение помогает ей в работе секретаря стоматологической клиники. Встреча с поставщиками всевозможными, заключение договоров, иногда помощь клиентам. Для этого у нас есть девочки на ресепшене. Ну и так, мелкие поручения руководителя всевозможные. Конечно, работа нравится. Я уже больше 10 лет работаю в должности вообще секретаря, но не только у них. К переменам Анна относится так же легко. Для нее это что-то естественное. Мне кажется, как у всех, открывая шифонеру, думаешь, так, одеть нечего. А если есть что, так я бы себе что-нибудь поменяла. Наверное, как и все. Анна легкая, предпочитает действовать, а не планировать. Ей нравятся спонтанные решения. Пусть она получится с бухты-барахты, но она, может быть, получится. Но не такой, как бы, если бы я села бы там, все по пунктам бы расписала. Нет, у меня так не получится. Если я напишу все по пунктам, и, не дай бог, с этим пунктом не совпадет, я буду нервничать, психовать. Нет, нет, лучше пусть это будет так. Быстро-быстро-быстро, но будет. В проекте «Большие и красивые» Анна хотела бы больше узнать об особенностях своей внешности и послушать советы стилистов. И, возможно, даже кардинально измениться. Ей любопытно посмотреть на себя в новом амплуа. Хочу видеть, сказать, о, это я? Нифига себе! Первым делом Анна отправляется в магазин одежды. Она в предвкушении открытий. Здравствуйте, Анна. Добрый день. Рада вас приветствовать на нашем проекте. Вы очень яркий представитель одного из характерных типов фигур. Как известно, их у нас основных пять. И я бы взяла даже такой вот планшет для того, чтобы нам было очевидно, что мы сегодня с вами будем делать. Фигура Анны – перевернутый треугольник. Широкие плечи, узкие бедра и очень стройные ноги. При подборе одежды нужно учитывать много нюансов. Вам нельзя делать акценты в одежде в области лица. Нет. Все акценты, которые в одежде и в украшениях, они должны спуститься чуть ниже. У вас очень красивые стройные ножки бедра. У вас очень красивые руки. Анна запоминает советы стилиста. И чтобы закрепить пройденный материал, отправляется примерить первый комплект. Акцент на талию. Вырез V-образный. Акцент в виде кардигана. И пышная юбка в этом платье обеспечит нам, уравновесит фигуру. И, конечно, вертикальная линия, которую все хотят. Немножко стать выше, немножко стать стройнее. Чтобы завершить образ, подбираем часы такого же цвета, как вставка на платье. Время проэкзаменовать ученицу. О, хороша. Да, Тамара Васильевна, я себе тоже очень сильно нравлюсь. Какие вопросы или какие задачи перед нами поставлены, мы решили благодаря этому платью. Удлинили линию декольте. Делали акцент на талии. Тем самым мы уменьшили визуально плечевой пояс. Для второго выхода стилист также выбрала платье. Оно как будто специально придумано для такого типа фигуры. Потому что в крое акценты заложены в нижнюю часть, в подоле. Кроме того, вот эта аппликация в виде крупного цветка. Все внимание наше будет привлечено к нижней части. Ну, все замечательно. То, чего мы хотели добиться. Все акценты внизу. Бижутерия. Она хоть и простые здесь бусы, но они выполняют, прямо нам служат службу. Они делают акцент там все-таки в области талии. Никаких мощных украшений в зоне портрета мы не делаем. Тонкие украшения. И акцент на талию. Дополнит образ зимой длинное пальто на пуху. Следующий комплект отличается от предыдущих. И сегодня я хочу предложить примерить Анне брюки. Вот видите, они такие с защипами. У них хорошая ширина. При этом ткань мягкая. И здесь не будет излишнего объема в зоне бедра. Все это будет очень мягко ложиться. Делать мягкую складочку. Я предлагаю с брюками носить именно вот такую длину туник. Если одеваем брюки, то пожалуйста туники. Чтобы пропорции были сохранены и выстроены. Анна, какая прелесть! Вместе с тобой прям праздник пришел. Да, Тамара Васильевна, мне очень нравится этот комплект. Мне нравится, что в этом комплекте есть брюки. Мне очень тяжело их, казалось, всегда было тяжело подобрать. Но вот вы смогли это сделать. Чтобы соответствовать дресс-коду на работе, праздничную тунику может заменить повседневный жакет. Глубокий вырез удлинит линию шеи, а пояс акцентирует внимание на талии. Анна признается, если бы пришлось выбирать вещи самостоятельно, она, возможно, прошла мимо и не обратила бы на гардероб, подобранный по правилам, должного внимания. Но без правильной прически, которая смоделирует твой овал лица, которая подчеркнет твою природную красоту, образ не будет считаться завершенным. Поэтому я тебя отправляю в следующий этап к нашим замечательным мастерам по мейкапу и прическе. Спасибо, Тамара Васильевна. Было очень приятно по мере такой красивой одежды. Давай, пока-пока. Всем привет! Меня зовут Наталья Тянина. Я являюсь стилистом большие и красивые. Анечка, ну, на самом деле, классно выглядишь. Спасибо. Несмотря на то, что еще пока без укладки, да, но ты уже в этом образе пожелала несколько дней. Да. Как оно? Необычная стрижка, необычный цвет волос. Ну, немножко непривычно, но мне очень нравится. Обязательно сегодня я научу тебя, как делать укладку, и дадим хороший урок макияжа. Пойдем голову мыть? Пойдемте. Посещение салона красоты словно курсы повышения квалификации ухода за собой. До этого Анна укладывала волосы по наитию. После мастер-класса Наталья Тюниной будет использовать парикмахерские уловки со знанием дела. Тебе нужна обычная, хорошая, мягкая массажка. Потрогай. Видишь резины? Может быть, чуть поменьше этой, потому что это все-таки профессиональное, да, чтобы было удобно и умещалось в ладошки. Ты будешь сушить волосы с помощью фена против роста волос по форме головы. Это даст хороший, естественный прикорневой объем, и выгладит волосы, и придаст дополнительный блеск. А мы тем временем расскажем о стрижке. Такая длина и форма выбрана не случайно. Она невысокого роста, и роскошная шевелюра не добавляла ей сантиметров. А наоборот, визуально делала тяжелее. Поэтому и была выбрана такая длина. Но наша героиня так не переживала за стрижку, как за цвет волос. Ей всегда импонировали медные оттенки. Но Наталья Тюниной ее убедила, что рыжий – не ее цвет. Ей подходят все холодные оттенки. Эффект выгоревших волос воссоздали с помощью техники «Балаяж». Выглядит очень естественно. Сейчас мы делаем торжественный вариант. В жизни все может быть намного проще. Во-первых, есть средства, которые очень легко позволяют создать прикорневой объем. И они основаны на минеральной пудре, которая прежде всего не загрязняет кожу головы, не сушит, не пересушивает. А наоборот, предотвращает загрязнение за счет того, что заблаговременно абсорбирует. Хочешь сама попробовать? Да. Ну что ж, отворачиваем нашу героиню от зеркала и приступаем к макияжу. Здесь очень важно правильно наложить тон. В коррекции лица пользуемся правилом. Темные оттенки наносим на область, которую нужно спрятать. Светлыми выделяем. У героини проекта лицо грушевидной формы. Задача визажиста – приблизить его к овалу. Следующий этап – оформление бровей. Итак, каким образом мы можем нарисовать себе брови или их выделить? Есть разные варианты. Это могут быть консилеры. Это могут быть специальные тени для бровей. Это могут быть классические тени. Это могут быть карандаши. Но для жизни на самом деле проще сделать это либо тенями для бровей, либо классическими тенями. Чтобы подчеркнуть цвет глаз, Наталья выбрала тени с легкой зеленой дымкой. Взгляд стал еще более выразительным, а цвет – глубоким. Красная помада на губах – завершающие акценты и самые яркие. У меня буря эмоций, буря чувств. Наташе огромное спасибо за стрижку, за укладку, за макияж. Я просто не могу. Все, спасибо огромное. Слезы на глазах от счастья. Всего час, а какой результат? Слов не хватает выразить свои чувства. Но поспешим в фотостудию, примерить наряды и запечатлеть себя в новых образах. Вот, вот это, вот это. Так, смотрим на меня. Хорошо. Так. Анна с говорящей фамилией Легкая. И это действительно так. Легкая на подъем с легким нравом и легким характером. Анна пришла на проект за знаниями и получила их сполна. Осталось только применить все на практике. То, что она безумно привлекательна, Анна не сомневалась. Но сейчас готова говорить об этом во всеуслышании. Сантиметры ничего не значит, когда красота идет изнутри. Женственная, деловая, соблазнительная, креативная. Ты такая разная и всегда очаровательна с большой модой. Большая мода. Цвилинга 37 и 40 лет победы 15. Благодарим за сотрудничество. Студию красоты Натальи Тюниной и фотостудию Клары Цеткин. Если вы хотите стать героиней проекта «Большие и красивые», заходите на сайт bigmoda74.ru и оставляйте свою заявку. Возможно, в следующий раз мы пригласим именно вас. Также хочу напомнить, что у программы «Дела домашние» есть своя страница ВКонтакте. Заходите, смотрите сюжеты, оставляйте комментарии. Ну, а у меня на сегодня это все. С вами была Ксения Солтеркович. Встречаемся в следующие выходные. Пока. Одежда ведущей предоставлена концептуальным бутиком «Эмоушен» на Каслинской, 97В. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова